Приветствую, друзья, на библейском портале Экзеед. Ответы на ваши вопросы. Какой смысл в вечных мучениях? Смысл один. Для того возвещено нам самим Господом о вечных мучениях для нераскаянных грешников, чтобы никто туда не попал. Эти вечные мучения — неестественное, но необратимое состояние для тех, кто во время земной жизни и свободно разумных существ не захочет воспользоваться теми благами, которые даровал Господь человечеству, каждому из нас открыл, ради вечной жизни и блаженной жизни с Собою. Вечная мука — состояние, уготованное дьяволу и агилом его. Бесы во главе со своим злобным и надменным предводителем не оказываются вне Божьего промышления о себе. Промысл Божий о них состоит в том, что им попущено действовать в соответствии со своей злобой. Во-вторых, их злоба имеет некоторые ограничения, так что и их злые расположения, и их козни Бог, премудро ограничивая, устраивает к пользе верных своих, к проверке их верности и к утверждению в вере тогда, когда они претерпевают с достоинством и упованием на Бога, а от дьявола приносимые искушения. И, наконец, промысл Божий о падших духах состоит в том, что им предуготована вечная участь, которую они сами для себя избирают. Это вечное Богоотступничество и вечная Богооставленность, что именуется адскими муками, что именуется огнем, озером, которое, говорит Господь, не для человека предназначено. Но, не пожелавший прийти к нему, неизбежно то, что не ему, но бесам предназначено, может сделать таким образом своим противлением, может сделать своей участью. Господь предупреждает, не запугивая нас, но воодушевляя потрудиться в созидании себе вечного дома, который Он обещал устроить нам на небесах, тогда как земная жизнь наша достойно будет завершена. В чем застану, в том и сужу. Господь требует от нас бдительности, Господь требует от нас здравомыслия. Мы должны помнить о том, как хрупко наше земное существование, как внезапно оно обрывается, ибо и завтрашнего дня не обещает нам Господь, а вечная участь, ожидающая человека по завершении его земного бытия, уже необратима. Он лежит человеку, говорит апостол, единожды умереть, и потом суд. Каждый из нас об этом неотвратимом дне и часе и минуте знает, хоть в тумане грядущего сокрыто от нас его точное место. Но не всякий помнит о том, что это не окончание, но только начало. И этот суд, по определению святителя Феофаны, состоит в обнаружении советов сердечных и дальнейшем утверждении Богом вечной участи каждого в соотношении и в соответствии с тем расположением, которое будет при этом самом обнаружении сердечных советов, у кого обнаружено. Потому смысл вечных мук, конечно же, непостижимо ужасен. Это не исправление, ибо уже нельзя исправлять то, что могло быть исправлено при земной жизни, но никаким образом не предназначено к исправлению в будущем. Потому эти обещанные для нераскаянных страдания, несомненно, сильны и этими яркими образами, которые не ленится Господь запечатлеть в наших умах, и червь непрестанно грязущий, и огонь, который никогда не прекратится, и тьма кромешная, все эти образы только лишь у совершенно окамененных сердцем могут не вызвать опасений. Воистину, должен озаботиться избавлением самих себя от этих перспектив и прийти к покаянию. Если ты не хочешь сделать это ради обещанных благ, то сделай это хотя бы ради избавления от возможных безмерных скорбей, которые именуются в совокупности адом. Душа послеземных путей никуда не исчезает. Евангелие учит нас, что эти свойства нашей души не растворятся и не улетучатся. Душа — это не тело. И тело, возвращающееся в землю, не препятствует душе восходить к Богу, который и дал ее. Это понимание становится особенно ясным у тех, кто встает на путь покаяния и молитвы. Едва отрывает человек очи, сердце своего от служения земным стихиям и обслуживания своих страстей, тотчас обнаруживает он не только духовный мир и Господа Вездесущего и Всемогущего, но и ту благодатную и могучую связь, которая существует с этим миром у его души. Душа проявляется умом, волей, чувствами. Ее нельзя увидеть, но ее проявления знакомы каждому из нас. Так вот, смерть этой таинственной, прекрасной, но недолговечной формы существования белковых тел, которая именуется органической жизнью нашей, оказывается не окончанием, но началом свободной и направленной в соответствии с собственным выбором вечной жизни нашей души. Хотя впоследствии, при окончании земных времен и всего тварного бытия, обещается соединение души со своим телом, с которым она разлучилась при смерти, так, чтобы в преображенном виде это единство уже навсегда осталось с человеком и в Боге, в его блаженном, там, в нем, с ним пребывании. И, напротив, отлучившийся своей волей извращенной и богопротивной от Бога в этом ничуть уже для себя нежеланном единстве оскверненного, неочищенного тела и небоголюбивой, оскверненной, неочищенной покаянием души послужит только к сугубым страданиям, которым конца и края уже не будет, ибо там, где время заканчивается, там уже нет границы ничему прекрасному, а прекрасное для нас это вечно единение с Богом и ничему ужасному, а ужасное — это добровольное, вернее, зловольное отделение, отдаление души от источника всех благ, которые именуются адом. Так что главный смысл, который мы можем вынести из этого понимания, из этого откровения Божьего о грядущем для человечества выборе, это приобрести благонадежное уверение от Господа о том, что нам с вами не грозит вечная мука с дьяволом, если только мы сами этого не захотим, отчего да сохранит нас Господь своей благодатью. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.